Я не могу решить задачу. Вот я ее решаю, решаю, но не решается. Ну ты не будешь публиковать статью, если ты не можешь решить задачу. Ну не можешь, то что делать? Развышь руками, бишь ты, ебану. Я не мог объяснить себе толком, я придумывал объяснения, не то, что их вообще не было. Но они не убеждали меня самого. Зачем один человек, один и тот же, в одни и те же дни, пишет одному и тому же адресату два разных комплекта писем на двух разных языках? Ну традиционно история эмоций изучает все-таки коллективные эмоции. Классические исследования, страх в Средневековье, вот как какие-то группы и сообщества. Благодаря выдающимся работам Барбары Розенуарина, для всего в ее книге «Эмоциональные сообщества в раннего латинском Средневековье», возникла и возможность изучать эмоциональный мир микросообществ, небольших таких вот, и это уисчез господствующее направление, такое изучение истории эмоций. Мне захотелось сделать шаг дальше, еще в этом же направлении, еще один шаг вперед, или назад, не знаю куда, но куда-то шаг, и попробовать добраться до эмоционального мира одного человека. И я пытался предложить аудитории читательской, которым почему-либо это интересно, способ понимания другого. Как мы понимаем, в данном случае, конечно, это очень глобальная постановка вопроса, я на такой колоссальный охват германистический не претендовал, но речь идет о понимании чувств конкретного человека, о понимании эмоционального мира. Это трудно понимать чувства другого человека. Ты свои-то плохо понимаешь, что же про других говорить, чужих говорить. Но мне было интересно попробовать навести оптику и показать, как это работает в историческом разрезе, вытащить человека в давние эпохи, в принципе задаться вопросом, что он мог чувствовать, потому что сам по себе, самокорректность такого постановки вопроса не очевидна. Откуда мы знаем, он давно умер, его уж не спросишь. И попытаться найти техники анализа, чтобы дать возможность современному человеку заглянуть внутрь душевного и эмоционального мира человека, давно миновавшей эпохи. Самой важной задачей для такой индивидуальной подхода к человеку, такой для резкой индивидуализации, было построение контекста, контекстуализация. Поэтому я начал книгу с подробного описания трех монументальных эмоциональных культур, которые соперничали друг с другом за лидерство в мире образованного человека конца 18-го, начала 19-го века. Это придворная культура, это масонская культура, в особенности кружка московских ротенкрейцеров, в котором мой герой воспитывался, его отец, молодыми лидерами московских ротенкрейцеров. И литературная культура европейской сентиментальной раннеромантической литературы. Это три разные культуры с разными представлениями об эмоциональных нормах и стандартах, как должен себя вести, что должен чувствовать человек в тех или иных ситуациях. И вот я попытался показать, как один конкретный человек, сначала в общих чертах описав эти три эмоциональные культуры и три системы представлений о должном, потому что наша эмоциональная жизнь регламентируется, но регламентируются разными источниками, нам предписываются разные регламенты эмоций из разных мест. Я пытался показать, как один конкретный молодой человек пытается, неудачно пытается, у него не получается, навигировать, ориентироваться, примирять между собой вот эти вот различные регламенты.